меня зовут егор и я рад приветствовать вас на нашем подкасте о мире информационных технологий пути в айти здесь мы будем обсуждать последние новости и тенденции в айти сфере делиться опытом и знаниями а также приглашать экспертов и лидеров отрасли для интересных бесед интервью наш подкаст создан при поддержке компании кониками ноута готовы узнать больше о том какие пути можно выбрать войти тогда давайте начнем всем привет с вами подкаст пути войти его ведущий егор говорков ставим лайки пишем комментарии и подписываемся на канал кто этого еще не сделал сегодня у нас гостях очень интересный гость директор по информационным технологиям новая горная управляющая компания олег логанов олег добрый день здравствуйте олег наш подкаст называется пути войти и поэтому наш традиционный вопрос который мы начинаем расскажите про свой путь войти так ну начнем с того что москву я приехал из маленького города печора заканчивал институт стали и сплавов и айтишником стал можно сказать случайно перед тем как я стал айтишником я прошел путь от охранника ночного продавца в ночной палатке даже был год работы в психиатрической больнице кащенко где я занимался охраной внешнего периметра но иногда переходим приходилось участвовать в успокоении бойных в приемном покое в случае экстренного вызова от санитаров даже такое было значит девяносто седьмом году мне повезло устроиться в службу безопасности компания логова systems и эту компанию приобретает британская фирма прайс утр хаус куперс это консалтинг с мировым именем так я случайно оказался в секьюрити большой четверки офис который я хранял занимался внедрением саб в газпроме и сам интерес начнется однажды я нашел расчетный лист консультанта я подумал что столько вообще никто не зарабатывает кроме бандитов в то время и появилась цель стать консультантом саб будучи контактным в курилках я познакомился с тем кто мне мог помочь это был офис полный иностранцев очень интересная была команда и могу рассказать такую историю директор этого проекта был немец вольган демель который работал по ночам перед нами было поставлено условие выучить английский язык за шесть месяцев нам представили репетиторов дали все возможности и мне повезло что он любитель ночных работ выходил периодически пить кофе ему с кем-то нужно было говорить и так я познакомился с самым главным в этом проекте и будучи опять же любопытным и контактным я договорился о том что меня возьмут волонтером на работу саб газпром и на это у меня продлилось 9 месяцев работал я бесплатно уже консультантом и деньги получал за то что работаю в охране но это была самая наверное я бы сказал классная инвестиция в себя я попал без каких-либо уже конкурсов и отборочных процедур студентов я попал в мировой консалтинг причем него аудита в менеджмент консалтинг сервис и стал консультантом саб вот таким образом я стал айтишник дальше это стало как хобби потому что это головоломка которая меня привлекала можно ночами сиди было и ковыряться в том что там настроены как это можно изменить потом несколько проектов на которых я научился у лидеров мирового консалтинга это были проекты и внедрение саб и чарп и бритиш-американ табака ну и такие компании российские как лукойл мы делали проекты для оси информации отекал сне саб но тоже цифровые проекты таким образом я стал айтишником случайно прошел школу консалтинга прайс утр хаус куперс далее я управлял проектом саб и чарп и ролл в тнк бипи там я обрел я бы сказал навыки руководителя первый раз мне достались люди в подчинении для меня это была такая ломка потому что скажем так это тяжело заставлять людей работать вот но там подокреп и в 2004 году я возглавил в мтс огромный проект внедрения рп системы уже с с бэкграундом руководство мощным огромным проектом проект я бы сказал был чемпионом в то время по и по срокам и по стоимости потому что мы это сделали за три года на 85 субъектов федерации 12 тысяч пользователей вся рп функциональность масштабно очень масштабно там я научился управлять масштабом политики следующий проект был очень интересный также мега масштабные это внедрение crm системы на 85 миллионов абонентов на всю россию 12 тысяч пользователей контактные центры маркетинговые компании на корпоративный сегмент маркетинг как масс-маркета так и корп сегмента в одном флаконе 45 интеграции с разными всевозможными биллингами вас и прочими системами что было уникальным когда мы вступили в эту историю в россии никто не делал зибель crm в телекоме и мне пришлось собирать интернациональную команду я собрал команду составляющую из израильтян соединенных штатов и индии и с таким ну и наших конечно же там российских разработчиков с таким составом мы заходили через год я избавился от всех иностранцев но оставил одного равида который был самый умный потому что мы научились ковырять этот зибель скажем составом команды который здесь до этого занимался зибель банкинг мы с хантили человек на нас сразу 5 и избавились от иностранной зависимости было такое вот импортозамещение но все-таки одного равида я оставляю которые на протяжении нужна мудрость нужна такая и отработав год я получил предложение войти новой горной компании возглавить эти новой горной компании где сейчас я работаю за год с лишним я считаю что нам далеко удалось убежать и чем меня прельстил этот это место это достаточно низкая база потому что есть чем заниматься то есть у меня были предложения где нужно было прийти и следить за тем чтобы там не развалилась ничего делать не нужно здесь есть проекты и здесь поле для творчества есть есть то чем потом можно будет гордиться это супер на самом деле очень интересный путь и у меня сразу возникает куча вопросов по походу самого рассказа да то есть даже не знаю с чего начать но можем коснуться там в первую очередь импортозамещение до того как это стало мейнстримом да то есть тогда вы уже замещали команду но я полагаю наверняка было замещение не только систем точнее не только команды но и систем то есть сейчас мы вынуждены менять на какие-то российские разработки тогда что-то тоже происходило тоска расскажите про вот это и сразу связанный вопрос с этим насколько это сложные авральные проекты то есть вы упомянули подход agile к вашей практике 2010 да 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 еще тогда насколько он помогал избегать вот этого как раз таки аврала и перегрузки команды то есть вы мне кажется что вы делали все как-то планово нет вы знаете сейчас нужно смотреть на то что мы должны более быстро реагировать на ситуацию потому что планово сейчас стратегии строить нельзя ну или стратегии строить исходя из того что завтра у тебя все поменяется мы в таких условиях живем давайте с импортозамещения начнем давайте ну моя позиция что мы сейчас все побежали в российский софт пытаемся его каким-то образом натянуть на наши бизнес-процессы я считаю что не совсем это верно потому что огромное количество денег огромное количество ресурсов потрачено на импортные rp системы plm системы на которых сейчас сидит наша промышленность и уйти сейчас на российский софт это потерять в эффективности во первых он не настолько развит во вторых мы потеряем те наработки которые имеют импортные например те же сап взять судостроение да они лучше судостроителей знают как строить суда потому что они во всем судостроение есть сап все лидеры все best practice они могут принести суда все уникальные процессы уникальные процессы конечно что будет что что будет если мы сейчас откажемся от такой практике у нас нет процессов у нас производство застряло в лет 30 назад и нормальный продукт может вырасти только на нормальном клиенте на нормальных процессов то если есть у тебя технология то ты и оцифровываешь и у тебя крутой цифровой продукт если у тебя есть лопата то ты и оцифровываешь тебя получаются цифровая лопата поэтому здесь мы я считаю что должны каким-то образом локализовать те продукты которые сейчас являются лидерами развить какие-то может быть направление как бы отвлевать ветвление российского российского с полу бренда и не заниматься тотальным импортозамещением потому что что бы мы не сделали мы будем отставать это направление говорить что остановиться в развитии российского тоже нельзя да вот и хотел сказать что здесь же нет 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 такая палка двух концах то есть если мы отказываемся от российского софта то моему не благоволим к его развитию получается что он так и останется на каком-то на текущем этапе развития скажем так ему же для развития нужны какие-то потребители этого сервиса да чтобы было какие процессы обтягивать и где нарабатывать практику но понимаете лучше это скажем так мы не будем там первыми и мы не будем мы будем не будем там эффективными потому что мы не сможем конкурировать у нас слишком маленький рынок китай почему может потому что он может вытащить своим населением любой продукт любую там любой стартапливую поделку они съедят у нас нету мы попытаться должны мне кажется развиться в тех направлениях которые еще не заняты и у нас есть потенциал ну я не буду частом фантазировать ну например какой-нибудь трансмиттер там клетка цифра какие-нибудь вещи связанные с полупроводниками и материаловедением там где мы можем ну с тем же водородным с водородной энергетикой куда-то пойти там где мы чувствуем силы и у нас есть и ресурсы и потенциал там занять эту нишу то есть вы говорите про развитие айти в технологичных отраслях нет я говорю то что нам нужно брать вот тут вот нас нам у нас круто получается например с наш информационная безопасность все надо в нее вкладываться развивать быть первыми и все что весь мир знал что русские первые статистика показывает что так и есть так и есть так и есть потом наш касперский там его есть чем гордиться финтех наш крутейший где еще можно так крутить вертеть своими счетами у тех опять же у нас очень много чего есть да но не надо в erp лезть мы там отстаем лет на 30 от сап и пытаемся написать свой своего гиганта притом такого же пишем вот сейчас есть ну двигается мир в open source я считаю что ну вот смотрите как база данных откусывают би системы откусывают open source сейчас таких монолитов не останется через там 30 лет мне кажется вот эти вот open source на эти кто умеют писать высадят и сап ну я предполагаю время скорее нужно просто нужно просто очень интересный потому что взять сап и по кускам отцепить био и отцепить базу отцепить база там сейчас хана они там неразрывны отцепить логистический блок отцепить ремонт и я там и потом и потом убить бухгалтерию контролем все и разделить это на части микросервиса да микросервис совершенно верно и не нужна еще методология как вот этот вот весь микросервисный конструктор собирать так чтобы получались процесс вот в эту сторону можно думать в этом направлении мы бежим у нас круто я считаю что развиваются платформы и я знаю что нефтегазовые некоторые компании смотрят в сторону open source платформ и уже целятся заменить сап именно вот таким образом не пойти по классическому пути замещение сапа на 1с нет нет я считаю что в импортозамещение наверное следовало бы делать так и я еще видел несколько вариантов как как это происходит лучше сделать на импортном софте но хороший процесс ну например вот я видел как на предыдущем месте работы до правительства у меня были системы джиро джиро это как таск трекерки project manager система кликсенс это как визуализация и аналитика представления всего и telegram я использовал как чат-бот и информационная я бы сказал мобильное приложение я там уже справку получить задачу поставить по сути ей интегрированный юридский интерфейс да 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 в правительстве мне это запретили сделать я ровно тоже повторил на таск трекер битрикс я это инсайт и и мобилити это был vk teams вот соответственно смотришь самое лучшее вернее выбираешь самое лучшее на импортном софте и потом гораздо легче уже это портировать на российский софт вы упомянули про размеры команд и про масштабные проекты я убежден что наверняка вы применяли не только свою команду вы также нанимали каких-то интеграторов и привлекали внешние команды что вы скажете про вообще работу интеграторов и подход интеграторов к такой подрядной работе так давайте я расскажу чем болеют интеграторы давайте и этим принципе болеют многие люди наша психика так устроена что мы как говорил конфуций даем советы ведрами внимаем каплями и мы сразу же бросаемся давать решение мы не погружаемся в проблему это везде так в интеграторах это еще круче и больше мешает потому что они приходят и предлагают внедрить 1с но они не предлагают компанию изменить а тот кто будет покупать этот 1с это правило как правило не айтишник это все-таки кто-то повыше принимающие решения ему что нужно ему нужно чтобы его изменили чтобы его изменили в лучшую сторону и чтобы сделали так чтобы это лучше было чем у конкурентов вот в этом случае она продается если ты ему приходишь и показываешь человека который работал у конкурента знает процессы и говорит что я сделал так и у меня вот это спаслось вот это продается дождь беседа на кейсах очень конечно на том что должен быть тот кто понимает бизнес досконально к кому приходит пусть он не знает технологии даже но чтобы они были потому что он придет и расскажет что в у того так у того так у того так а тебе лучше вот так вот пойдет и это будет гораздо лучше чем нежели сейчас приносят вы будете в одном информационном пространстве у вас будет интеграция у вас будет отчетность вы будете принимать решения гораздо быстрее и на более правильных данных это все общее вот если приходят и рассказывают механику о том что у него сейчас болит а именно он закупать должен теперь там на 70 процентов дороже планировать это по-другому обходить санкции вот они проблемы у меня вот только что кейс был мы приходим к заказчику и нас человек наверное пять и среди нас один молчаливый мужчина который как оказалось он вообще не айтишник вот но его привели он здесь задал несколько вопросов дальше наш главный заказчик спрашивает что делаем дальше я говорю сейчас они пришлют т.з. вы на это посмотрите он такой гася смотреть не буду потому что вот этот который был молчал он знает лучше чем я он был главным механиком там то там то все вот и что этом на этом уже все 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 это человек процесс такой конечно конечно он знает процесс внутри он знает изнутри не надо меня больше вот он там давайте так вот и это ведь сплошь и рядом еще когда был консультантом прайсе меня учили делать презентации так что нужно меньше текста и больше визуальных образов связывающих профессиональную деятельность тех с кем ты разговариваешь то есть идем мы продавать нефтяникам или я что-то доказываю я должен нарисовать вышку кого-то в каске нефтяную платформу и пару тезисов все они видят что это про них они понимают что ты с ними что ты понимаешь что это такое с тобой по-другому разговаривают если они читают текст они начинают рвать тебя на части во первых те кто не интересно нет картинок во вторых ты все равно хуже их знаешь про то что им нужно вот и все это гораздо хуже происходит нежели ты так проходишь по 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 тоненькому но тем не менее ты создаешь впечатление того что ты очень круто в этом разбираешься но здесь вот тоже тоненький момент печатать впечатление или действительно разбираться а вы знаете мы продаем впечатление всегда вот правило маркетинга что это мы боремся не за продукт а за впечатление о продукте в голове во нашего покупателя и мы продаем только это и там много интересных правил что быть первым они быть лучше потому что бренда есть есть правда лучше но есть то первый потому что все уже ощущают и он первый ну вот honda в японии например она не крутая машина как в америке потому что там honda это мотоцикл и у всех головах это мотоцикл они вот и у нас тоже приходят у нас интеграторы и все все умеют все для всех нужна специфика ты должен что-то для кого-то и лучше будет там первым чем лучшим чтобы быть первым ты должен проникнуть первым в голову вот продукт творящен первично маркетинг на самом деле вы где-то и ответили на мой вопрос про как который хотел задать уже про творчество и место для творчества в автоматизации бизнеса я так понимаю что это как раз таки возможность нести какой-то маркетинг в массы внутри организации о конечно да место для творчества я наверно сказал бы что это больше всего чего не хватает айтишникам интегратором во-первых у нас все не заинтересованы в инновациях мы только декларируем о том что мы инновационная компания что мы на самом деле нигде не присутствует понятие эксперимент любая инновация это эксперименты и айтишные проекты фейлятся и часто вот хотел сказать что да эксперимент это прекрасно но допустим коммерческие компании ждут некий эруай госденьги ждут кого наказать да или они ждут продукт но если он не получается надо кого-то наказать да да вот все парни это хороший вокруг как ну вот так выходит как найти этот баланс особенно особенно с госзаказчиками это нужно я считаю что вводить так называемые регуляторе на песочнице это давать индульгенции на ошибки какие-то созвать комиссии по разбору таких что есть всегда ведь я считаю что в 90 там случаях это вот эти фейлы это объективные фейлы заходя войти проект мы имеем компас но не имеем карты мы не знаем какие будут данные какие будут пользователи какие будут состав команды от айтишников мы массу чего не знаем но мы идем мы не знаем будут горы реки там впереди сколько нам ресурсов надо и залетаем все в бюджеты в дополнительные сроки вот потом это начинается в нервы потом уже когда приходит еще и год за госденьги еще отчитаться нужно ну это все выкатывается в то что люди боятся просто такие инициативы на себя брать многие считаю что айтишники сидят и думают да боже хоть бы никто ничего не просил у меня все работает и было бы оно так вот и поэтому у нас так вот немножко стагнируется нету называемых этих регуляторных песочниц деньги токсичные или в компании тоже ты раз взялся за огромный проект и про извиняюсь за выражение не получилось тебя уволят ну ты вроде ничего не на не виноват вот это вроде наоборот да 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 сказать молодец набрался опыта набрался опыта и команду конечно конечно а следующий следующий короче это тоже исправишь по сути то что ты здесь что-то пошло не так ошибка тоже результат и вот здесь в этом отношении мы конечно у нас нету инноваций таких вот есть вот в таких компаниях как сбер инновации без права на ошибку да у нас инновации на без права на ошибку таких не бывает инноваций вот но у нас есть такие компании вот я сбер как мне кажется что там поляна такая для творчества есть наверняка поэтому именно поэтому такие монстры как сбер мтс они и так и поступают они находят какие-то интересные стартапы которые уже понаделали ошибок и уже с этим бэкграундом с этим багажом забирают их себе эти команды юрлицы даже вплоть до этого и они могут платить а если ну какие вот инновации могут быть если там ты концы с концами войти сводишь бюджет как правило там айтишный не ну всегда не да я считаю что айтишники только вот в интернет-компаниях в банках в может быть там в ними мне нефть газ майнинг машиностроение дальше промышленности где-то я считаю что недооценено очень сильно и сметают оттуда всех ну вот яндекс и до до сберы отец чем остаются с чем остаются вот при том что эти яндекс и до сбера нишни идут делать в там в пк что-то потому что это санкции то есть нюансики есть нюансики да и вот так вот у нас разделена сильно вот финтех какой крутой к декам и в промышленности мало у кого есть все все на импортно сидят есть дисбаланс в баланс это печально но ничего я думаю там где есть дисбаланс сбалансируется как какой-то момент до органические или путем каких-то регуляторных изменений но у нас есть нас подстегивает у нас ведь печет уже в таком геополитическом сейчас находимся положение что мы должны сейчас что-то делать мы должны на другие рельсы вставать мы должны ускоряться нам надо менять наши правила вот поэтому нужно мыслить здесь знаете не задачи они правил соглашусь ну что ж поможет нас услышат наши зрители слушатели и возьмут на вооружение какие-то идеи которые мы сейчас делимся с вами предлагаю ехать дальше и у меня есть вопрос про специфику ну давайте так будем говорить про ваш текущее место работаем это как можно все-таки сырьевой бизнес или промышленность я бы назвал что-то на английском майнинг майнинг вот так нас можно за горняки горняки да ну мало мало того что вот такого удивительного сейчас есть горной промышленности потому что то что придумано лет 20 назад мы еще даже к этому не приступили это например предиктивная аналитика ремонтов это вещи связанные с большими данными и искусственным интеллектом это какие-то беспилотные белазы и техника карьерные мы сейчас стоим на на этапе я бы сказал индустрии вхождение в индустрию 3.0 еще вот все говорят по 4.0 нет нет да мы 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 наверное в 3.0 но есть на есть на текст вы нас и обогнали потому что я не буду говорить за всю угольную отрасль но я считаю что мы сидим на большинстве сидят все на на импортном тех же нас об на импортных системах мест к до сейчас начинаем шевелиться в сторону импортозамещения но это тоже тяжело идет занимаемся и rp системами не копим я бы сказал мы еще данные в том виде в котором на него можно натравить машину и она будет те предсказывать как лучше копать вот это наверняка есть какой-то моделирование процесс есть есть конечно есть моделирование есть системы 3d моделирование рудного тела обвязки технологии вокруг этого но это дороги выработки планирования техники все это есть но скажем так у нас мы еще к этому не приступили у нас в стадии защиты эти такие прорывные технологии сейчас мы занимаемся ну я уже вот повторюсь это мисс уровня систему ставим российскую для наших зрителей мисс это мисс мануфекчурен экзекьюшен систем это система планирования и учета производства если rp это скажем так долгосрочная и объемная то это прямо до на сменно суточного задания мест каждый день кто куда едет что везет куда и как такое операционное планирование операционное планирование учет да ну туда же входят датчики контроллера это например у нас наши белоза оборудила барула оборудованы глонас но не вне глаз нас у нас на разрезе есть своя сеть вот и и мы видим движение всей всей нашей техники мы очень много данных получаем ну не буду вдаваться в подробности через где оппозиционирование дальше у нас система карьерах эта система диспетчеризации и управления всем этим парком дальше у нас и и система и все это потом попадает биой системы и такая вот интеграция в единую экосистему к этому мы я думаю придем сейчас это rp mess и без пока что я бы сказал наворотов каких-то с искусственным интеллектом с 3d моделированием пока этого нет но я думаю что в скором будущем да ну вот мы как бы 3d моделирование я думаю в этом году мы начнем проект годик нам нужно сделать вот верни какие-то системы есть для рентгеновских снимков гор объемов да да конечно там же нужно следить за много геологии наверняка много и ну и геология макшедерия потом объемное сканирование ну той же самой там крупности этих там камней породы много технологий которые могут применяться у нас сейчас я бы сказал что мы начинаем применять сейчас видео аналитику потому что вот особенно подземная работа они они контролируются очень-очень тщательно и ну например там человек не должен появляться в зоне действия там с повышенной опасно конечно да человек не должен подходить к незакрепленной стенке вот эти все моменты они прямо сейчас уже наши смотрят и потом генерация инцидент и кейс которые идут в разборку контролируете наличие всего 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 заказок очков тебя никуда не пустят ни в шахту ни на разрез без полного соответственно техники безопасности очки и связи в шахту тебя собирают там еще и там газа анализатор фонарик камера там очень много чего еще как тренировок отвечать с камеры по всему разлому установлены или там на входе условно говоря но не не камеру камеру очень много у нас порядка 500 камер вот это только на наверное на разрез ничего себе нету такого чтобы я не видел чтобы кто-то так сильно шагнул и сказал что у нас ездят беспилотные белазы всем управляет искусственный интеллект окопает робот окопает робот но кстати буровые станки роботы почти что вот возможно я не все знаю я последний год был настолько занят что головы не поднимала ни на каких конференциях не нигде не принимал участие в этом году уже вот начинаю социализироваться но я думаю справитесь стараюсь да вот как раз про софт скиллы мой следующий вопрос как построить правильную сильную успешную идти команду мне кажется вот здесь вот какая-то такая область связана с вашим умением общаться умением убеждать умением учить и в общем-то учить людей делать также давайте начнем с того что команду строить должен сам и это не прерогатива и чар блока что если ты хочешь их научить то ты сам должен их учить вот где их брать брать их можно отовсюду я считаю что прежде всего человек он либо не он не может либо он не умеет он не знает и в последнюю очередь он не хочет вот если есть те которые не хочет от них нужно избавляться с остальными можно работать удачники там не нужны что называется это не удачники это есть токсичные бывают бывают те которые убеждены в чем-то и ты никак не можешь их а я бы сказал так что это те кто не совместим со мной системе ценностей понятно рассинхрон если системы ценности разные то все избавляйся ты не поборешь этого раз правило 2 это мы тоже оказывались ситуациях когда у нас был кризис кадровый это в революцию мы же всегда справлялись работали с тем с тем кто есть развивали нужно нужно им дать идею веру в светлое будущее это очень важно поэтому я всегда создаю некую идею группы которая уникальна и превосходит конкурентов это конечно такое которая правда на стремится это это элемент такого конечно действия эго человеческого но если он считает что он в уникальной группе и он может делать лучше чем это делают сверстники конкуренты и кто-то то он начинает развиваться подстегивает конечно и есть такой закон пигмалиона розентали еще это человек становится таким каким ты себе его представляешь если ты в двух словах можно 30 раз называть ребенка свиньей он будет свиньей а вот если человека постоянно хвалить то он и будет таким вот этот доказанный институт институт я читал об этом какой-то книжке что это доказанный факт в американским пенсильвандским по моему университетом что те студенты которым далбливали что вы бездари и неудачники абсолютно две одинаковые группы и была группа которая рассказывали что вы крутые и у вас мега будущее и они учились одни были троечниками другие были с четверки на пятерку вот нужно им это доносить вот потом нужно очень часто как можно чаще поднимать их то я называю это третья палуба они должны видеть стратегию третья палуба они сидят там в трюмах гребут веслами дают бочки а на третьей палубе видно какие корабли куда плывут что будет завтра и чем чаще ты рассказываешь об этом тем они более управляем следующий момент это ну прежде всего наверное это нужно сказать то что ты должен быть для них моделью если у меня есть лайфхак я работаю с утра ну я и там не особо не задерживаюсь но тем не менее вот с 7 до 9 это время когда самая я бы сказал эффективная работа потому что у меня есть возможность думать и то что я должен делать сам я делаю в это время я как правило занимаюсь чем что не срочно ну например там готовлю курс пишу книгу или творческий вопрос решать это это рабочая концентрация это важно например я считаю что тот курс который я создал это было не срочно но это важно потому что в дальнейшем это огромный сильнейший рычаг влияния вот так же книжка это не срочно это важно ну и многие вещи я там также учился 10 пальцев метода печати английскому языку по утрам это не срочно но это важно вот если вдруг какой-то аврал естественно отодвигаю то что там не важно там важно вернее не срочно занимаешься срочно и это видят мои подчиненные и у них есть такое ну я негласное правило как бы они все понимают что если у тебя все плохо ты должен быть здесь если все хорошо ты можешь где-то там даже на удаленке быть вот потому что я себе не позволяю где-то там шататься и быть на удаленке я каждый день здесь 7 утра почему ты имеешь неположительный результат и тебя нет они начинают на это смотреть дальше это развитие я постоянно читаю что-нибудь рассказываю какие-нибудь истории про что я где-то вы что это это создает интерес они тебя воспринимают как учителя вот когда человек может изменить свое поведение когда вы просит тот кого он уважает ты для него авторитет он даже зарплату порой не просит он делает то что ты ему говоришь потому что он у тебя учится ему интересно с тобой вот дальше общение не всегда удается общаться с огромным количествами постоянно но там меня на предыдущих местах тут ли не очень много айтишников но если считать проекты то многое я считаю что когда организовываешь проект это тоже твоя команда пусть это подрядчики их тоже нужно собирать рассказывать правила рассказывать кто ты такой почему мы должны жить по этим правилам и тоже гораздо все ну например там как проводить встречи у нас ведь там собираются за час до материалов никаких не несут протоколов нет друг друга перебивают один раз нарисуй плакат и введи его как конституцию что ты должен за сутки что должен с повесткой что должен протокол должны быть схемы должна быть аналитика и уже предложено решение и без этого не приходи дома два месяца они будут там тыкаться к тебе и носит за словом ставишь они не приходят больше через два месяца это уже другая команда они умеют проводить встречи вот и курс ну я когда учился в прайсе ой когда я был консультантом прайсе что меня поразило это как они подходят к как тебя учат учиться такая книжка была на английском перфоменс рвое ленинг вот потом были несколько курсов безумно интересные с погружением нас вывозили в стамбул там организовывали прям порку утром это эта теория после обеда эти же преподаватели периода перри переодеваются и начинают устраивать нам там приходишь к нему на интервью тебе подкладывают документ где мелким шрифтом написано что этого человека хотят заменить акционеры ты это где-то пропускаешь ему подкладываешь он-то прочитывает стакан воды тебе в лицо все ты и вот настолько мы погружались в эту игру что я оттуда увольняться собирался потому что я понял что я наверно не туда попал мне не справиться с этим всем безумно интересно вот так они учили вот эти книжки постоянно там тебя учат учиться тебя учат презентовать тебя учат разговаривать и учат качеству я очень к этому трепетно отношусь если мне попадает не качество некрасивый материал не проработанными выворачивает вот этому я решил учить своих ребят вот и значит что у меня есть такой курс вот я его называю духовно профессиональной подготовки начинается собственной эффективности целеполагания как достигать цели путь какой выбирать как ускоряться следующий это командная эффективность как взаимодействовать потому что мы мы социальные и если взять там перебитного человека который за час мог создать себе оружие в одного это копье соорудить то сейчас создать там автомат калашников это нужно тысячи человек в кооперации поэтому очень много зависит от кооперации и на этом я считаю что мы здесь очень сильно сцепляемся потому что даже в моем коллективе я понимаю что есть центры я назову это такие центры противодействия друг другу что я это никогда не могу в искоренить как окончательно но есть моменты когда есть общий кризис и тогда эти центры враг общий враг да совершенно верно вот я еще отклонюсь тоже правило такое что нужно устраивать запуски когда ты запускаешься не готова сырая они более результативны нежели ты запускаешься там все по гладкому потому что команда формируется потому что они вместе ночуют они извиняюсь ругаются они они становятся командой они добиваются результаты да идут какой-то для меня очень важно не то как мы добились или нет мне важно как как они сыграли вот потому что я знаю что если они сыграли как мне нужно то следующий раз а я добьюсь а через там пять раз они уже не будут нуждаться в контроле они уже будут сами кооперироваться вот курс командная эффективность дальше управление проектами я читаю потом методы анализа ну схемы бизнес-процессов ну я к этому по своему подхожу у меня нету такого чтобы я там какой-то аидев 0 или в чем-то особенным рисовал потому что каждый кейс он уникален и ты должен показать то что ты хочешь показать и пожалуйста хочешь поймите нарисую хоть поймите нарисую главное понятно главное чтобы это было в минимальном количестве символов и отражало максимальное количество информации о той который ты хочешь рассказать вот дальше это даже дальше это эмоциональный интеллект дизайн мышления цифровизация трансформация промышленных предприятий вот этот курс у меня часов на двенадцать я его читаю своим ребятам и чем это мне что это мне дает это а я их обучаю б я для них становлюсь я считаю что они меня больше уважать начинают хотя есть и такие которые можно сказать что не всем нравится не сразу заходит и есть те которые сначала воспринимают это в штыки но впоследствии я думаю что все склоняются к тому что мы теперь одна команда и нужно уж по этим правилам жить вот и потом и даже рассказывать мне что мы к тебе привыкли вот привыкли потому что с ними потому что я провожу много времени с ними а еще очень интересно вылавливать звездочек потому что я обязательно еще набираю студентов и они тоже себя слушают эти курсы и студенты не студенты старые уже пожилые люди которые у меня в команде в зависимости как он реагирует на твои истории и на твои рассказы если есть огонь в глазах то это наш все я их прямо вижу эти звездочки не проявляются и даже там раз два месяца их собираю раз три месяца либо это страт сессия какая-нибудь либо это курс я с ними взаимодействую со всеми вне формальной обстановке и тут они гораздо шире раскрываются я их начинаю уже потом планировать куда кто и как и работает этого я же не сегодня только начал это считай с калашникова с 15 года я этим занимаюсь и у нас руководители просто смотрят не в ту сторону все же маржинальность отчетность пиар какие-нибудь себе показать для культура команда это все 15 вопрос у нас не туда западной компании все там про выгорание про эмоциональный интеллект про там про рабочее место самого счастливого человека вот я знаете поработал в mail.ru и я еще бывал в офисе яндекс там же там можно спать там можно обедать в коридоре массаж спортзал все тебе здесь гостиница питание бесплатное фреш зона кинотеатр все только работа и как они держатся за 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 персонал но это не во всех компаниях россии так но это да стремление к бирюзовости да вот это да 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 олег спасибо большое вот на самом деле очень интересные темы особенно последний мне зацепил лично да про про строительство команды про мотивацию про вот это вот все это прям здорово ну мне приятно что вам понравилось и мои идеи интересны и хочу вам подарить книжку именно по моему курсу цифровизация это прежде всего управление изменениями некоммерческий продукт в очень ограниченном экземпляре пожалуйста большое спасибо такой первый раз на самом деле в наших выпусках и правда очень приятно спасибо большое олег спасибо друзья спасибо что посмотрели наш выпуск уверен вам он очень понравился ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал кто не подписался и ждем вас в будущих выпусках всем пока